Приветствую всех любителей вида спорта номер один. Врываемся в пятый тур Мелбет первой лиги. Подмосковный город Раменское, Леонарена. И здесь встретятся команды из городов, которые мы прекрасно знаем, как минимум по денежным российским купюрам. Потому что Хабаровск изображен на пятитысячный, а Ярославль на тысячный. СКА Хабаровск, Шинник, Ярославль, вашему вниманию, дорогие друзья. СКА Хабаровск появляется в оборотах Алексей Кузнецов под первым номером. Расстановка, наверное, будет привычная для последних игр Хабаровчан. В три центральных защитника. Левый центральный защитник, 55 номер Артем Быков. Под 44 номер центральный центральный Юрий Журавлев. Если сегодняшняя встреча завершится не в ничью, то мы будем ждать новостей. А пока едва не случился гол в ворота Кузнецова. Спасает свою команду голкипер в самый последний момент. Вот не зря периодически Шинник подключает к своим атакам за Гре. А может быть сейчас скорости контратаки Шинника хватит. Хорошо она разгоняется. Нэ-нэ, дальний. Нет. Забирает мяч Алексей Кузнецов. Но было неплохо. Первый удар в сегодняшний матч. Второй удар в створ. И с предела штрафной площади у Шинника буквально за несколько минут. Ну это тебе сверху лучше видно. Но это пошла подача на дальний угол вратарской площади. Удар! И мимо ворот. Так показалось с верхотуры, что мяч влетает в эти самые ворота с отскоком от газона. Першин принимает мяч очень здорово. Алиев отыгрывает касание. Першин можно отсюда пробить и он бьет. Выручает свою команду Айдаров, отбивая мяч аккуратненько в сторонку. Как учили. Мы гангадзе-то потом поняли, что он проигрывает вверх. И обратно вернулись к короткому розыгрыжу. Алиников бьет по воротам. Какой крученый удар. Я вот не знаю. Ну метра, наверное, все-таки от штанги было. Но, тем не менее, хороший удар 38-го номера. Откидывает мяч еще от Журавлева у гангадзе. Ну бить-то по воротам уже, наверное, отсюда можно попробовать. Через 2-3 паузы удар по воротам, который наносил Покидышев. Но это не точно. Ну вот он один, смотри. Только-только Бавин нарисовался, поехала ногами. Между прочим, там лужа была. Удар по воротам тебе сверху может быть виднее. Но, по-моему, очень мимо. Но мяч не то, чтобы совсем мимо полетел. Но, как говорится, и чуть выше, и чуть мимо. Высокая подача в ту зону, где есть в том числе и Бен Азиз Загре. И здесь за подбором нужно последить. Потому что нету нападающего хабаровчан положения вне игры. И здесь может что-то опасное получиться. Гангабшев. Гангабшев обошел одного. И что дальше? С острого угла пробил. Слушай, ну Гангабшев, конечно, еще мог бы и пенальти изобразить. В страхной площади его за футболочку прихватывали, оттягивали так, что, ну, можно было бы остановиться, чуть-чуть покачнуться. И это был бы повод, на самом деле, арбитеру реагировать на этот захват. Самойлов. Передача на дальнюю штангу. В районе. Удар пяткой. Будет ли добивание? Не было нарушения правил. Показывает подниматься всем буквально главный арбитр. Ну что, Алексей Кузнецов, главный герой матча сегодня? Гоглоев. И есть подключение от Салагова. Гоглоев сам подает. Удар рядом со штангой. Могли хозяева сейчас вырвать победу на последней добавленной минуте. Кто у нас там промахнулся? Гангабшев или нет? Ну и вот еще есть шанс у Шинника небольшой. Олейников. Мяч под правый удар. Несильный мяч. Даже до створа не долетает. И Султонов. Но это уже в табло. И все, дорогие друзья. Финальный свисток. В стартовом матче пятого тура Малбет первой лиги СК Хабаровск дома сыграл в ничью с ярославским Шинником 0-0. Это первое набранное очко у ярославцев в сезоне Малбет первой лиги.